Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я повзяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 12 апреля, воскресенье, и Церковь в этот день празднует событие, которое отображается в православном празднике, в православном богослужении, которое называется «Вход Господень в Иерусалим». И сегодня за богослужением читается отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам, глава 4, стихи из 4 по 9. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Радуйтесь, всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в день, когда церковь торжествует и празднует события Входа Господня в Иерусалим, церковь читает за богослужением отрывок из послания к филиппийцам, святого апостола Павла. И в сегодняшнем отрывке, он довольно-таки небольшой, апостол рассуждает на три важные темы. Вернее, в сегодняшнем отрывке мы можем выделить три важных аспекта. Это главные признаки христианской жизни, это слова о молитве, и это то, на что мы должны обращать свое внимание в нашей жизни. Вернее, скажем так, как мы должны распределять свои акценты. Вот эти три темы сегодня поднимаются в той или иной степени в нашем отрывке, который мы читаем и сегодня рассматриваем. Четвертый стих сегодняшнего отрывка нам повествует. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь». Для апостола «Радуйтесь», вот это слово, этот призыв, этот императив, это повеление, это не просто какой-то литературный прием. Для него это важное свойство жизни христианина. Жизнь, церковная жизнь, человека должна приносить радость. Радость не эмоционально возгретую, а радость тихую, внутреннюю, спокойную. Не радость мимолетную, сиюминутного какого-то восторга, а радость, которая утверждает человека в этой жизни, позволяет ему объективно смотреть на этот мир и действительно благодарить Бога. Но о благодарении поговорим чуть дальше, когда перейдем к молитве. Два раза апостол Павел говорит «Радуйтесь, радуйтесь всегда в Господе», и еще говорю «Радуйтесь». Далее он говорит в пятом стихе. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Радость – это лакмусовая бумажка нашей человечности, нашего спокойствия. Ведь человек напряженный, суетливый, суетный, он не замечает той красоты мира, которой мы можем радоваться. И он не может сорадоваться другим. Он не замечает ничего вокруг, что происходит в мире. И это порой не его вина, но очень важно человека вырвать, или ему самому вырваться из этого порочного круга, остановить круг этой жизни и подумать, сместить акцент с насущных вопросов на вопросы вечные. Подумать о любви, о вере, о Боге, о жизни и смерти. И порой такое размышление приводит к кардинальным изменениям образа жизни человека. И как раз-таки помочь человеку в этом может богослужение, поможет чтение священного писания, поможет молитва. Радость. Умение радоваться очень важно в духовной жизни. И радоваться не экзальтированно, а спокойно. Кротость. Кротость – это очень сложно для перевода слова, но это тоже важный аспект. Это важное понимание того, что нельзя все время натягивать струны. Нельзя все время быть строгим. Нельзя все время жить по расписанию. И это важно понимать. Важно понимать, что есть правила, есть какие-то законы, но ими наша жизнь духовная не исчерпывается. Очень важно научиться вовремя спускать, отпускать струну, спускать пар из себя, чтобы не перегреться, чтобы не взорваться, чтобы струна нашей души не лопнула. И поэтому в церковном православном учении есть такое понятие, как экономия, снисхождение к человеческим немощам. И вот эта кротость, когда ты имеешь власть наказать человека и, строго говоря, по всем законам человеку надлежит наказание. Но законы никогда не совершенны, как говорит апостол Павел. И спасает вера, а не закон. Спасает вера, а не заповедь. Заповедь важна, но не спасительна. Спасительна вера. А заповедь показывает нам границы наших компетенций, границы того, за что мы не должны приступать. И также показывает нам нашу греховность. Поэтому апостол Павел говорит, что через заповедь в мир пришел грех. Он и до этого был в мире, но человек не знал о нем. А заповедь вскрыла его греховную природу. Вскрыть вскрыла, но не дала силы исполнять самую заповедь. Поэтому, исполняя заповеди, мы понимаем, вскоре мы бессильны. И тогда начинаем уповать на Бога. Тогда начинается рождаться истинная вера. Но только когда мы следуем заповедям. Итак, кротость — это понимание того, что в какой-то момент нужно быть милосердным к человеку. Нужно применять не всю строгость закона, а проявить человеколюбие к той или иной ситуации. Это часто бывает, когда мы видим, что один из учеников получает четыре, а другой — три. И мы понимаем, что объективная проверка их знаний показала, что один знает на четыре, а другой на три. Но мы не знаем тех условий, в которых готовились эти люди. Тот, кто получил четыре, он имеет возможность готовиться. Он живет близко к школе, а другой встает в пять утра, чтобы добраться далеко. И у него другие обстоятельства жизни. И тогда встает вопрос, а объективны ли эти оценки. И тогда нужно проявить вот эту кротость. Имея власть наказать, проявить милосердие к человеку. Это и есть кротость. Поэтому кротость и радость должны присутствовать в жизни каждого христианина и верующего человека. Если этого нет, то происходят некие перекосы в духовной нашей жизни. И мы становимся порой невыносимы для наших ближних. Далее апостол говорит о молитве, о том, что не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе. Итак, мы должны молиться и просить Бога в этой молитве о всем. Но эта молитва должна быть молитвой благодарения и уверенности, что Бог даст нам просимое, была бы только вера. Но в то же время мы должны понимать, что это не заклинание. Что Бог дарует нам то, что нам необходимо. И молитва наша не должна становиться молитвом-заклинанием и молитвой-требованием. Но мы должны молиться прежде всего о тех благах, которые нам истинно необходимы. Блага веры, любви, кротости, долготерпения и всяческих духовных благ. И далее в последних двух стихах апостол говорит нам о том, на чем мы должны сакцентировать свое внимание. Что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, о том мы должны помышлять. Вот наш вектор наших мыслей, которые формирует апостол Павел сегодня для нас. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте. И здесь говорится о том, что мы должны следовать некой традиции, некому опыту. И не бездумно и слепо следовать этим традициям, но расширять опытные границы через следование традиций в Духе Святом. А не простое, пустое подражательство. Это разные вещи. Поэтому будем следовать за преданием Церкви, творчески преломлять его в жизни каждого из нас. Молиться, чтобы Дух Святого присутствовал в нашей жизни. И будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я кончу на имя Твое по всей земли. Я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...